Вот так, давайте, ближе, ближе, давайте, 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 вот так, вот так, вот так, вот так, пока не спешите. Есть? Нет, есть, есть, все, несите детей, несите, я его разберусь на нас. Девчонки ждут, переносите, дайте, дайте, дайте порядка исключения, это из Москвы, вот так, вот так, вот так, нормально, нормально. Девчонки ждут, все, ага. Рекламная пауза закончена. Давайте, давайте. С ольвенком, с тегеренком, с тегерем. С ольвенком, с тегерем. Вот так. Вот так. Еще одно. Обалденно. Есть. Так, сейчас, ребята, ухудшим наши. Так, тем не менее, уважаемые присутствующие. Убреждая ваши вопросы. Кстати, кто захочет иметь вот это вот маразматическое, на мой взгляд, постановление на 100 тысяч штраф. Штрафы за тень здания. За тень здания, представляете? Вот, то можно взять, я сделал даже копии. Вот вам картинка. Четыре ноги, выходящие в поле, в Белогорском районе. 100 тысяч штраф. Это третий штраф. И после этого они будут говорить о нарушениях законов России. Это было построено при Украине. Два раза до этого человек штрафован уже. Но это такое. Тем не менее, уважаемые ваши вопросы. И, наверное, главные, которые прозвучали, откроются ли парки. Зоопарк «Сказка» и парк «Львов-Тайган» пока остаются закрытыми. Несмотря на решение попечительского совета ходатайства, решение об открытии пока я не принял. Есть много очень вопросов, которые сегодня касаются жизнеобеспечения моих парков. Которые, к сожалению, не разрешены, потому что решать их не скинь. Я за взаимодействие с властью. Но взаимодействовать не скинь. За четыре месяца, кроме моих сторонников, которых очень много, ни один представитель власти, и даже прокуратуры, и даже каких-то общественных организаций, привластных, даже не удосужился приехать и разобраться в проблемах. Что правда, что ложь. В чем парку можно помочь и где найти какой-то компромисс. Как я могу найти взаимодействие. Поэтому я за то, чтобы работать на благо Крыма. Я за то, чтобы работать в Крымской команде. С любым правительством, потому что я вам сказал, что я остаюсь в Крыму. Но, к сожалению, правительство заняло глухую оборону. Оно составило себе такую мифическую картинку о том, какой негодяй Зубков, как он повернул реки вспять, поставил буквы без разрешения, ногами залез в поле и так далее. И вот этими отписками они бомбардируют все администрации президента и всех остальных, что он же нарушитель, он нарушил все, что можно. Знаете, это равносильно тому, что я у Татьяны сейчас пуговицу оторванную найду и скажу, вы предатель Родины. Вот как-то так, понимаете? Я сомневаюсь. Извините, как-то так. Пожалуйста, у кого есть вопросы, я готов ответить. Вот есть вопрос, можно я сразу задам, я его так неожиданно, что вы все ожидали, что вы откроетесь наоборот. Но раз уж вы приняли такое решение, но все-таки люди хотят, чтобы вы открылись. Власти, ну я уверен, что власти тоже хотят, чтобы вы открылись. Тогда скажите, какие нужно выполнить шаги для того, чтобы вот это взаимодействие, о котором вы говорите, состоялось. Вот расскажите. Знаете, ну я бы мечтал о том, чтобы глава республики Сергей Валерьевич Аксенов посетил, наконец, мои парки. Он обещал это мне дважды. Но сегодня, мне кажется, он вот живет в какой-то эвфории, в каких-то слухах обо мне. Мне кажется, что если бы он посетил мои парки, то он бы по-другому посмотрел на все, что происходило и происходит сегодня. Возможно, он прочувствовался тем настроением, ну уже миллионов людей российских, которые переживают за судьбу моих парков. Все начинается, наверное, с диалога. Он недоступен. И они все, я еще раз говорю, в глухой обороне. Да, когда-то он два раза уже говорил, и последний раз, что я работаю с Бальбеком. И проходили массы совещаний с Русланом Исмаиловичем. Но, знаете, когда я вспоминаю эти совещания, я вспоминаю по оговорку Черномырдина. Она говорит, нашему народу уже столько всего наобещали, а ему все мало. Это вот про те совещания, которые были ради совещаний. Ни один вопрос, самый маленький вопрос, то ли это сервитут по буквам, то ли узаканивание какого-то участка, который тянется там со времен Украины, не было. Я, может быть, Руслан Исмаилович, как опытный партапаратчик и функционер, решил это дело растянуть на 10 лет? Ну, я столько не буду. Я привык, что пришел, собрались 20 человек, что надо что-то решать и делать. И на следующем совещании уже проверять это. А не так просто заседать. Поэтому, конечно, собственно, условий два таких, я бы сказал. Что это первое, чтобы руководство Крыма не по слухам, а на самом деле пришло и увидело, чем я занимаюсь и что я хотел, допустим, строить. Ну и, конечно, на мой взгляд, нужна какая-то комиссия. Потому что, ну, всегда во время депутатской деятельности по любому спорному и непонятному вопросу создавалась комиссия, да, с представителями всех заинтересованных, прокуратура, экология, там, ветеринар, кто угодно, общественники, да, пришли и разобрались. Без судов. Суды дело долгое и непонятное. На жизнь идет вперед. Ведь я не уклоняюсь от того, что я там идеальный человек, что я где-то что-то не могу нарушить. Нарушил, как говорится, украл, выпил в тюрьму, да, как там это, в песне. Поэтому никто ж не уклоняется от этих штрафов, допустим, даже пусть они большие, строгие, но главное, чтобы они были справедливые. Поэтому вот этой справедливости и правды я буду добиваться всеми доступными в немедленности. Ну и потом, вы понимаете, за 4 месяца власть продемонстрировала свое, ну, во-первых, равнодушие, полнейшее к тому, что происходит в моих парках. Наплевательское отношение к их судьбе. И, собственно, сегодня, ну, есть как есть. Мы тоже привыкли жить автономно. У нас все как бы в порядке. Вот, власти мы не нужны. Ну, наверное, в преддверии курортного сезона невелика потеря для Крыма. При его многочисленных достопримечательностях, ну, не открытые парки Олега Зыбкова. В конце концов, кто любит животных, поедут в Симферопольский зоопарк. Ну, конечно, я была вчера, там нечего, я смотрю. Либо есть в частном секторе в Севастополе, зоопарк там еще, и еще какие-то зооучреждения, очевидно, и так далее. Те, кто любит животных. Но, поймите, я не могу, знаете, как Ленин говорил, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Я не могу быть в вакууме, не взаимодействуя с властью. Я, сколько бы я ни бил за головой об стену, скажите, сколько я заявлений напишу на узаканивание этих вот столбов или букв, сколько бы я ни писал, когда нет команды сверху, ни одно решение такое принято не будет в пользу парков. А хозяйство большое, объектов больше, много. Я уж молчу о развитии новых проектов. Об этом нужно забыть в современном Крыму. Но хотя бы полноценно оформить и содержать старые объекты. Скажите, вот такие два, по сути, простейших, да, хода, два шага, вот именно они сейчас удерживают миллионы людей от посещения Тайгана? Не мудрость крымской власти удерживает. Такая проблема, как закрытие моих зоопарков, не должна была появиться. А уж если появилась, ее можно было с декабря месяца решить не только 10, а 25 раз. Тогда по-другому скажите, а вы готовы сейчас обратиться вот к Сергею Валерьевичу, пригласить его к себе и сказать, что вопрос там вот взаимодействия вот этот, может быть так? Я его приглашал уже дважды и он обещал дважды быть, поэтому изъявить желание, пусть, пожалуйста, в любом составе, в любое время парк Львов Тайган и Ялтинская сказка может посетить и задать интересующие его вопросы. Или посмотреть на месте, чем я занимаюсь и какие проблемы мы решаем. И, собственно, в чем сегодня проблемы моих парков. Я открыт для диалога. Скажите, а вы даете себе отчет, что перед майскими праздниками у вас просто толпы людей будут стоять и вы не будете их пускать? Ну, есть такое. И сегодня очень многие пишут и просятся, и в Крым не хотят ехать из-за того, что парки закрыты. Но еще раз говорю, очень много вопросов для меня не решено.